Набережные торговые галереи, жилые кварталы. На севере столицы завершается реконструкция бывшей промзоны Братцево. На месте заброшенного завода появился современный технопарк на полторы тысячи рабочих мест. Территорию вокруг благоустроили вдоль расчищенного Головинского канала, разбили парк. Масштаб проделанных работ оценил Ярослав Корсиенко. Кажется, это один из развивающихся и перспективных районов на окраине города. Здесь активное строительство, чуть дальше уже готовые дома, парки, детские площадки, аккуратные дорожки, мамы с колясками. На самом деле это неподалеку от водного стадиона. Бывшая промзона, полузаброшенная, с заборами и разрушенными зданиями. Всего за пять лет это пространство преобразили полностью. Здесь много услуг для населения. И магазины, и банки, прачечные. То есть всё, что нужно людям высокого качества. То есть центр притяжения на севере Москвы сделан. Здесь располагался известный на весь Советский Союз завод глав спецстроя. Во время войны он делал мины, а после участвовал в атомном и космическом проектах. В 90-е предприятие остановилось. Территория приходила в запустение. Славная история промышленной зоны Братцева не будет забыта. Здесь на территории сохранили часть одного из заводских цехов. Вот кирпичная стена, те самые окна с деревянными рамами и такими узнаваемыми металлическими решётками. Всё практически в первозданном виде. Теперь это памятник архитектуры. За последние годы на месте старых промзон в Москве построили больше 300 жилых домов. Десятки школ, детских садов, больниц. Территорий, которые фактически исключены из жизни города, становится всё меньше. Значительная часть промзон представляет в настоящее время такое полузаброшенное хозяйство. Хозяева, которым это досталось практически из-за бесценок в начале 90-х, ничего там не делают. И, конечно, задача перед городскими областями придать новую жизнь этим промышленным территориям. Здесь, в Головинском и Войковском районах, в ходе реорганизации промзоны Братцева, ещё и благоустроили набережную Головинского канала. Местные жители получили новый парк. Любой объект недвижимости — это, во-первых, красота. Но как это внутри работает, мы смотрим, с чего это начиналось, с какого старта. Вот именно прочность и польза красота — это самая главная цепочка, которая должна присутствовать в объектах. Только в этом году на месте заброшенных промзон сдадут около 2 миллионов квадратных метров жилья. А в построенных здесь технопарках появятся десятки тысяч новых рабочих мест. Ярослав Красенко, Сергей Занин и Александр Филатов. Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова